И последний вопрос в этой группе вопросов, то есть в этой теме, относительно разногласия между продавцом и между покупателем. Смотри, если произошло разногласие, у кого получился дефект в товаре? То есть, когда товар был у кого, получился дефект? То есть, смотри, я купил у кого-то компьютер, потом что? Обнаружился в этом компьютере дефект. И мы разногласим, у кого этот дефект был? Он уже был в товаре, когда я его покупал, или его в товаре не было, и дефект получился в компьютере, когда он уже был у меня. Разница есть или нет? Большая разница. То есть, я хочу вернуть товар обратно, говорю, он у тебя дефект, он у тебя не включается, или он у тебя не работает. Он говорит, у меня он включался, у меня он работал. Когда я тебе продавал, он был нормальным, у него не было дефекта. И этот дефект появился тогда, когда компьютер уже перешел в твои руки. Поэтому я не буду принимать у тебя этот компьютер. То есть, что получилось? Один заявляет, что дефект появился у тебя, а второй говорит нет, дефект уже был тогда, когда этот товар еще был у тебя, тогда как поступать, то есть все слово принимается при этом, это вопрос важный или нет? Вопрос важный, часто случается или нет? Часто, купил телефон, потом принос обратно, хочет сдать, продавец отказывается принимать, и говорит, не было никакого дефекта в этом телефоне, этот дефект у тебя получился, ты его неправильно открыл, ты его уронил, ты с ним что-то сделал и тому подобное. Теперь в этом случае как поступать? Говорит, в этом случае может быть одно из трех. И на самом деле это одно из трех может быть во всех случаях также прошлых. Просто здесь это разъяснено, а в прошлом не разъяснено. Говорит, если есть косвенный довод или явный довод, который указывает на то, что дефект был уже у продавца. То есть тогда, когда товар был еще у продавца. Говорит, как например, рабыня, которую продали, у нее шесть пальцев на одной руке. Говорит, в этом вопросе нет сомнения. Поэтому слово здесь принимается, кого покупателя, без необходимости дополнительной клятвы. Говорит, вторая ситуация. Если есть, наоборот, довод на то, что айб, то есть дефект появился у кого? У покупателя. Как, например, он привел. То есть отдавать обратно кого? Овцу или барана. И видно, что на ней новая, что или свежая рана. А, допустим, товар, баран, был куплен, например, неделю назад. И говорит, здесь, говорит, не представляется того, что эта свежая рана появилась у кого? У продавца. Здесь, говорит, тоже нет никакой проблемы. Опять принимается слово, кого? Продавца. И нет нужды, чтобы он в чем-то клялся. Но, говорит, вся проблема в чем? В третьей ситуации. Если, говорит, довод не указывает на одной из двух. То есть непонятно, у кого произошел дефект. У продавца он все-таки произошел? Или у покупателя произошел? Говорит, и неизвестно, произошел ли дефект у покупателя. И этот дефект был уже старым. И был еще в то время, когда товар был у продавца. Говорит, каково постановление в этом вопросе? Говорит, вот в этом уже что? В этом уже есть разногласия. И особенно это происходит в вопросах чего? Электроники. Или вопросах автомобилей. То есть вещи, которых много всяких составляющих, много всяких частей. И может быть дефект в какой-то из одной частей трудно представить или трудно убедиться в отсутствии дефекта во всех частях при покупке. Покупает машину, смотрит снаружи, смотрит, открыл капот, посмотрел, вроде все нормально. Завел, посмотрел, работает, поездил, ездит, забрал. И потом получилось, через 3-4 месяца, что в каком-то оказалось, допустим, в какой-то части есть дефект, старый или новый, не могут понять, у кого произошел этот дефект. Или в электронике такое происходит, и так далее. Говорит, как в этом случае поступать? Говорит, фальджумхур, аля аннал кауля, кауляль бая. Большинство ученых считает, что слово отдается в этом случае продавцу. То есть имеется в виду вместе с его клятвой. Ля аннал асла интикал ассил айдал муштари мин гейри вуджуд айд. Потому что основа это переход товара к покупателю так, чтобы в нем не было дефекта. Вот это правильно или нет? С этим мы согласны или нет? С этим, брат, мы не можем согласиться. Кто нам даст знать, что основа в переходе товара от продавца к покупателю, чтобы в ней не было дефекта? В этом и суть в том, что мы не знаем, был там дефект или не был там дефект. И говорит то, что обычно товар переходит без дефекта, не является верным. Особенно относительно таких товаров, которые мы назвали. В которых непонятно, был дефект или не был. Когда он появился, поздно или рано и тому подобное. Говорит, и часто такое, что продавцы продают товар с дефектом. Говорит, фа кунуль муштари яд дайи аннал бая аатаву сила амаиба. Поэтому если, говорит, покупатель заявляет то, что он забрал товар и в нем уже был дефект, говорит, это опять заявление противоречной основе. Это неправильно. Так мы с этим не согласны. Почему? Потому что это заявление нормальное, справедливое. Оно возможно так же, как возможно, что дефекта не было. Наличие дефекта возможно так же, как отсутствие дефекта. И никто не может сказать, что что-то является основой, а что-то является здесь исключением в данном случае. Кто-то может сказать, зачем он тогда забрал этот товар, вместе с тем, что в нем был дефект. Мы говорим, не заметил этого дефекта. Посмотрел снаружи, все посмотрел, что мог, посмотрел, забрал. дефекта не было обнаружено. Но потом был обнаружен дефект в таком предмете, который тяжело было что сделать, тяжело было обратить на него внимание. В этом и суть. Говорит и второе мнение в этом вопросе говорит, ханбалиты считают, что в этом случае слово принадлежит наоборот покупателю вместе с его клятвой. Сказали основа то, что продавец может продать товар какой? Может продать товар наиб, то есть которым есть дефект. Поэтому слово отдается кому? Покупателю. Говорит, ухад раджаха шейх ибн Улсаймин каунуль джумур. И шейх ибн Улсаймин выбрал в этом случае мнение большинства ученых. И необходимо указать на то, что в этом случае опять не отдается право ни покупателю, ни продавцу. Почему? Потому что никто не может доказать свое право. Правильно или нет? И никто не может сказать у кого был дефект, у этого или у этого. В этом случае что делается? В этом случае смотрится на товар. Допустим договорились на продажу компьютера за тысячу. Тот забрал деньги, а этот забрал компьютер. Затем обнаружился дефект. И непонятно у кого этот дефект был. В этом случае что делается? В этом случае разрывается сделка и возвращаются деньги кому? Покупателю, а покупатель возвращает товар. Теперь вопрос, кто остается в выигрыше, а кто остается в проигрыше? То есть продавец говорит, если я верну тебе 1000, а ты вернешь мне этот дефектный компьютер, а дефекта у меня не было, когда он у меня был, то говорит, я остаюсь в чем? Я остаюсь в убытке, потому что сейчас я не продам его больше, чем за 900, например, за 900 долларов. Возвратила тебе обратно 1000, то есть ты ничего не проиграл. Ты забрал у меня компьютер, дал мне 1000 долларов, теперь обратно свои 1000 забрал и дефектный компьютер мне отдал. Получается, кто в убытке? В данном случае оказался в убытке продавец. Теперь если мы скажем наоборот, компьютер дефектный стал стоить 900 и продавец отдает 900 долларов, говорит, я тебе 1000 не буду отдавать, отдам только 900, так как ты мне возвращаешь компьютер дефектный. Кто остается в проигрыше? Остается в проигрыше покупатель, говорит, я у тебя покупал заранее дефектный компьютер, который действительно стоит 900, а отдал тебе 1000. Теперь я отдаю тебе 1000, ты мне возвращаешь 900, получается, что я проигрываю 100 долларов в этом случае. В этом случае поступается как? В этом случае смотрится, сколько стоит дефектный товар такой и сколько стоит товар какой, сколько стоит товар не дефектный, то есть нормальный. Дефектный стоит 900, нормальный стоит 1000. Покупатель отдает 950 долларов, то есть из своих 1000 забирает только 50, и в этом случае оба остаются как проигрыш, так и выигрыш. Этот, если правдив, то есть продавец, если правдив, то он теряет лишь 50 долларов, не теряет 100 долларов. Если же покупатель правдив, то он опять-таки теряет лишь 50 долларов, не теряет 100. А так как мы не можем выяснить, кто правдив, а кто не правдив, то нам приходится прибегнуть к этому. То есть, что сделать? Поделить возможный убыток на двоих. Кто-то может сказать, а почему мы делим возможный убыток на двоих, вместе с тем, что правда с одним. Потому что мы не знаем, с кем правда. Если бы была ситуация, как в первых двух случаях, у одного есть явный довод, или у второго есть явный довод, тогда понятно в этом случае, что явный довод, что компьютер был уже дефектным. Обнаружился такой довод. Тогда понятно, что покупатель забирает свои 1000 долларов и отдает обратно дефектный компьютер. Или наоборот, стало понятно, что дефект оказался у кого-то у покупателя. Тогда опять-таки в проигрыше остается тот, у кого возник дефект. Но в этом случае в том-то и дело, что мы не знаем, у кого этот дефект возник. И поэтому нам приходится, что убыток поделить на них двоих, для того, чтобы это было справедливо. Говорит, ухал шейх ибн Усаймин фишархи, и сказал шейх ибн Усаймин в своем шархе, «Валякин яджиб анна алам, анна кулла ман кулна ал кавля кавляху, фейну лабудда минал ямин». Говорит шейх ибн Усаймин, и это уже не касается этого нашего вопроса, но как бы отдельное, что полезный момент. Говорит шейх ибн Усаймин, нужно знать, что если мы говорим, слово принадлежит такому-то, или право отдаётся такому-то, имеется в виду с клятвой. То есть он должен поклясться в любом случае. «Вази каэда амма». Это говорит общее правило. «Ли кавлин наби, саллаллаху алисаляма», потому что пророк, саллаллаху алисаляма, сказал, «Тот, кто отрицает, должен принести клятву». «Тот же самый, что другой вариант, или другой реваят, алисаляма анкара, тот, который отрицает заявление». «Вази каэда калалаллама ибн Усаймин, говорит шейх ибн Усаймин, «Вабабит анна кулла маниддаа хиллафа асаляма». И основа или различительная черта в этих вопросах какая? Что если человек заявляет что-то, что противоречит основе, «фау муддаи яхтаджи лябайина», то он является заявителем, который должен привести довод. «Вакуллю мантамаса кабил асаляма». А любой, кто остаётся на основе, «фау мукер», то он считается отрицающим, то есть ответчиком, «фау али или амин», и он обязан лишь поклясться. Это так. С этим мы спорим или не спорим? Нет, с этим мы согласны. Что если возможно различить в вопросе, кто заявитель, а кто ответчик, тогда, ясно, заявитель приводит довод, а ответчик ему достаточно лишь покляться. Но вся проблема в том, что в большинстве вопросов в них нет основы, к которым можно было бы вернуться. И бывает такое, что не бывает довода ни у одной, ни у второй стороны. В этих вопросах, значит, мы по милости Всевышнего Аллаха разобрались. Как мы сказали, эти вопросы должны были быть в своей основе в главе о Хаяре, в главе о праве на разрыв сделки, потому что эти вопросы касаются этого, что кто имеет право на разрыв сделки и тому подобное при разогласии продавца и покупателя. Но раз Хадзибн Хаджи привел данный хадис здесь, то и вопросы под ним разобраны были тоже здесь. И со следующего урока, иншаллах, приступим к вопросам, которые опять вливаются в ту колею, которую мы рассматривали ранее. Допустим, о том, что запрещено продавать спиртное, о том, что запрещено продавать свинину. Придут вопросы похожие. Можно ли продавать, допустим, собаку, можно ли продавать то или иное и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok